всех приветствую с вами я ваш веган христолюб у нас с вами сегодня очередное видео из серии или плейлиста как хотите веган по библии то есть те места которые якобы не веганы убийцы дропожоры берут из писания из ветхого или нового завета для оправдания того чтобы не быть веганами не быть в полноте святости в том числе в любви к животным и пользуясь этими местами оправдывают свои беззакония ролик называется не веган ибо иисус ел и пил что предлагали ну просто на значке много не помещается в названии видишь написано не веган ибо иисус говорил есть и пить все что предложит вам да мы с вами разберем откуда этот момент но поводом для этого видео во первых явилась предыдущие видео где буквально то же самое место мы с вами сегодня будем разбирать евангелие от луки 10 главу с 1 по 16 стих ну и конкретный стих вы знаете я даже не ссылаюсь на конкретный стих а ссылаюсь сразу на эпизод поэтому так озвучиваю но буквально за ним идет и тоже один момент благодаря которым я записал предыдущее видео и многие уже увидели это ибо иисус дал власть над вредителем наступать на всю силу вражи дают там я тоже показал что это все иносказательно было о том что нам дана власть над нечистыми духами не бояться их и даже повелевать ими да и зачитывая для того места весь контекст чтобы показать о чем речь шла как раз этот кусочек туда и вошел луки прям с первой из первой стиха 10 главы и читая его я увидел тот момент который тоже стоит обсудить рассказать вам и тем дать ответ кто этот кусочек может притянуть в то чтобы не быть веганом и на самом деле вы знаете я не могу вспомнить вернее я не сделал скриншот но я начинаю мне бог кладет на сердце что я вспоминаю что кто-то когда-то тоже в комментарии дал ссылку на этот момент что типа вот иисус и дал эти стихи и тогда скрин не сделал не подумал или забыл или бывает отвлекся может быть да все таки вспоминать что на такое место вот именно из опыта как я все говорю тоже что все вот эти ответы на вопросы что вы помните я записал и до сих пор может быть добавляет туда ролики в плейлист и серии не веган потому что ну там более вопрос конечно такие же возникают и у христиан так называемых да ну и у не христиан а в частности конечно плейлист веган по библии он предназначен людям кто из библии что там вырывает чтобы оправдать в частности греху убийство эксплуатации животное да вот и поэтому мы его сегодня с вами разберем это место конечно же но предыстория вот такая и реальная вспоминаю что с кто-то на эту на это место как раз сослался то есть не зря мы сегодня с вами все это разберем действительно дать ответ я затеял этот плейлист серию этих видео как раз чтобы все места какие есть писание которые притягивают к тому чтобы оправдать грех убийства в нем закоснивать продолжать творить эти беззаконие убийства эксплуатации живых существ до этого эти ролики и пишу читаем после этого избрал господь и других 70 учеников и послал их по два перед лицом своим по всяким во всякий город и место куда сам хотел идти и сказала жатвы много а делать или мало и так молите господина жатвы чтобы выслал делатели на жатву свою идите я посылаю вас как агнцев среди волков не берите с собой не мешка ни сумки не обуви и никого на дороге не приветствуйте в какой дом войдете сперва говорите мир дому сему если будет там сын мира то прибудет на нем мир ваш а если нет то к вам возвратиться и читаем дальше в доме же том оставайтесь ешьте пейте что у них есть вот тут место но в частности мы с вами как бы разбираем оправдание под названием евангелие от луки 7 10 глава там 7 стих и сейчас еще раз будет сказано дубляжом второй раз это то же самое ибо трудящийся достой награды за труды свои не переходите из дома в дом если придете в какой город и примут вас ешьте что вам предложат то есть еще раз мечтаем да если придете в какой город и примут вас ешьте что вам предложат и исцеляйте находящийся в нем больных и говорите им приблизилась к вам царство божие если же придете в какой город и примут вас то выйдя на улицу скажите и прах прилипший к ногам от вашего города отрисаем вам однако же знаете что приблизилась к вам царство божие скажу вам что содому в день судны будет отрадней нежели гордо тому горе тебе хрозит горе тебе в сайда ибо если бы в тире седоне явлены были силы явленные вас то давно бы они сидя во вретящие пепли покаялись но тиру и седону отрадней будет на суде нежели вам и ты капернаун до неба вознешься до ада низвергнешься слушающий вас меня слушает отвергающий вас меня отвергает отвергающий меня отвергает пославшего меня вот такая вот речь она еще продолжается немного особенно и как я вам говорил в прошлый раз мы разбирали место давайте я еще раз уже в этом видео возможно то видео кто-то не видел еще раз своими словами скажу о чем здесь идет речь то есть мы видим с вами что иисус избирает себе 70 неких учеников и из большого количества людей и отправляет их проповедовать о том что царство божие приблизилась причем заметьте сейчас сразу буду говорить то смотрите иисус посылает на проповедь своих учеников и мы здесь в одном месте не слышим сразу всю проповедь что он им там говорит что надо проповедовать мы видим краткие мысли да там посылает проповедовать царство небесное что такое царство небесное как она приблизилась а как его в него войти а как его восхитить да как стать его гражданином здесь же все это не описано нет нам переданы общие мысли это очень важно мы видим что речь идет именно об этом что иисус посылает своих учеников проповедовать о царстве небесном это кратко сказано проповедь евангелие из такое понятие благовествовать то есть говорить обо всем о любви о свободе о бессмертии о разности любви дачу я сегодня буду пример тоже приводить одно дело любви сказать а какой любви а как она проявляется это любовь да здесь мы саму суть должны с вами уловить и о чем в общем то вы эта суть нам и говорит о чем нам она говорит иисус посылает учеников своих и в чем смысл то все вот этого эпизода чтобы не вырвать эти стихи из контекста о том что тех стихов о которых мы с вами говорим что в дом который вы по придете ешьте пейте все что у них есть ибо трудящийся достойно награды своих да если придете в какой город и примут вас есть ешьте что вам предложат и вот убийцы труппажоры неважно христиане христиане как я уже говорил даже в принципе мне в личном комментарии вспоминаю что такое писали что вот якобы вот иисус разрешил особенности в чужой дом пришел то тем более надо есть все что предложат там всю трупятину да все продукты животного происхождения это абсолютно не так это абсолютно не так и не соответствует истине это ложь это люди просто выдергиваться стихи из контекста из какого контекста из общего контекста о том о чем здесь сказано вы знаете вырвав из контекста я вам даже вот смотрите на этом эпизоде сейчас покажу в чем смысл во первых что было понятно и и мысль это было закончено вот сейчас в чем суть этого эпизода суть этого эпизода и вот это в частности фразы фразы сказаны в контексте всего что иисус посылает своих учеников проповедовать небесное царство творя добро мы видим что он говорит в чем труд то почему надо есть и пить ибо трудящийся достойно награды за труды свои почему потому что они там будут исцелять больных изгонять бесов да то есть любое добро которое нему будут делать ну сам основной они занимались вот такими делами изгнанием злых духов и из людей бесноватых болячки мы все своим болеем да когда с иисусом и помнить ходили у них даже и денежка надо водилась когда им пожертвовал сделали пожертвования иуда ходил с ящиком они сами раздавали да ну в этот раз он их посылает наоборот для некоего урока такого без всего идите без денег там вот он и говорит то есть вы творите добро этим людям без всяких там медикаментов без ничего я вам даю власть и там ниже будет тоже сказано мы сегодня уже целиком это не будем читать кому интересно обратитесь ко всем этим местам в моих чтениях вот прошлый ролик тоже об этом властью над бесами там все это сказано да то есть тут даже большой контекст и сегодня можно было тоже опять больше прочитать ну я уже своими словами рассказывание читает да и мы видим что иисус им в чем смысл вообще этого места из этого пизо и эпизода и о чем он нам говорит он он учеников и кто знает знаете человек когда достигает состояние такого любви пусть ученики еще иисуса тоже в свое время немного чего там достигли но сам факт они видят как иисус их учил даром получили даром давайте они действительно видят что они получили эту власть невероятную божественную прекрасную власть что творить добро не имея ничего да просто силу и слова освобождать людей от нечистых духов которыми они одержимы исцелять любые болячки воскрешать мертвых вот вы помните все это они делали они сами потом пришли к иисусу в этом же если ниже читать человек будет дальше он увидит что все это так учеников и получалось они сами к иисусу пришли радовались что все все что он им какую власть дал она действительно у теперь есть они все это делают и он им говорил что главное это не в этом а что через этого научились любви а это любовь вас и приводит в небесное царство да вот и творя вот эти добрые дела до воскрешая мертвых исцеляя больных изгоняя бесов и задержимых он что говорит и действительно когда человек понимает что он в принципе ничего великого не сделал и в принципе он не своей силой это это делают да и власть они это получили как суграл даром поэтому даром давайте он и говорил да денег конечно за это апостолы там не должны были брать да как какие-нибудь разводчики экстрасенсы там или еще какие-нибудь целители да это конечно иисус им запрещал делать но но в других местах в принципе здесь об этом речь идет но при этом он говорил что конечно же наживаться на этих добрых делах божественной силы творимых конечно же вы не имеете права и не должны да ибо это не есть любовь да на горе чужих людей обогащаться но в чем смысл то этого это всей мысли даже конкретно седьмого вот этого восьмого стиха ты луки от десятых вырывают якобы иисус тут разрешает есть все подряд нет он им говорит что конечно же несмотря на то что вы на этом не наживаетесь да вы не берете там ничего себе взять там мертвого скресить чаю не сына там родителя мужа жену или любого родственника знакомого друга для человек готов все отдать квартиру свою все имущество продать и отдать за жизнь там своего ребенка кто-то родителей так далее да но при этом иисус им говорит зная что они будут смущаться возможно как и все добрые люди да они будут даже от еды отказываться и он им говорит в доме же том оставайтесь первым вам дадут кровь это это нормальные вещи если вам кровь дадут если вас накормят напоят ну действительно они пошли без всего без одежды что если порвется у вас одежда дадут вам одежду элементарные вещи конечно же вы ими пользуетесь читаетесь в сам стих то в доме же в том оставайтесь ешьте и пейте что у них есть тут ударение не на не на том что у них есть да ибо трудящийся достой награды за труды свои и не переходите из дома в дом то есть не смущайтесь если вас где-то приняли да плюс он тут говорит наперед что он же говорит об апостолах эти те люди проповедник который будет вообще ходить благоествовать по незнакомым местам он еще и может и не может никакого доброго дела сделать и опять не забывайте каких временах мы читаем да раньше не раньше все было немножко по-другому в древности это кто знает вообще в древности люди которые переходили из город в город ну странствующие люди по нужде специально неважно люди приходили в центр любого города селения то можем мог был мегаполис по тем понятиям или маленькое село человек просто садился ну всем известно центр города площадь и странно приимство в принципе всегда у людей в народах но и такое слово может кому-то непонятно гостеприимство современное слово всегда было в почете принять какого-то человека путника во первых ты сам через это обогащаешься человек может быть интересным он может быть даже не бедным да но действительно у тебя потом может быть и заплатить за твое гостеприимство там за то что дал он ночлег еду но действительно останавливаться какой-то гостинице ну путешественники меня поймут и есть люди многие специально идут по миру там чтобы общаться с разными людьми вот чуть-чуть такой да есть сейчас целый сервис и кто знает и их называть особо не буду я их могу немножко путать где есть вот этот ну и лила коуч серфинг называется как там то есть там сервисы где ты не гостиницы находишь а вот таких людей кто предлагает чем бесплатно да там ты можешь конечно отблагодарить но в принципе я пожалуйста тебе готова просто так ведь они сами и такие сообщества и это настолько разрослось это всегда было в мире поэтому здесь просто чтобы вы не путали здесь может быть есть вы поняли да не сначала ты творишь где добрые дела а потом тебя кормят там и поет и кровь дает нет они действительно ходя уже их послал я ведь вам весь оранжевая речь я всегда у меня в евангелии все разделено где речь христа где текст автора где синим текстом черным текстом вот обычным ровным это там автора курсивом оранжевым слова христа или бога если в библии там курсивом и синим цветом слова перри прямые речи беседующих частности в евангелии каких-то других людей с иисусом или между собой вам сразу видно что это вот речь нераздельно иисуса христа да и специальность я делал что было понятно удобно читать евангелие все тексты вы найдете на моем сайте христолюк точка ру ну или христолюк рф по-русски наберите то есть мы с вами видим на что идет контекст да вы странники вас где-то приняли не стесняйтесь он говорит почему он говорит заранее бы трудящийся достоин пропитания то что сел тоже сказал а потом и говорит в чем ваш труд то будет да потому что вы когда вас примут накормит напоят дадут отдохнуть с дороги ванну вам там но по древним понятиям неважно умыться ноги помыть может целиком смотря какой дом тебя примет бедный или богатый да вот потом год узнавайте плюс это мы с вами один единственный как вся кусочек считаем из евангелия есть параллельные места да вот то год наведываетесь что там кто болен там или еще что-то узнаете действительно в каждом доме практически есть болящие мы все с вами чем только не болеем а действительно апостолом иисус дал власть над всякой болезнью ничего перед ним даже мертвых воскрешали до чего что-то про болячки так что мы видим с вами контекст и вообще на что идет упор в этой фразе в доме же там оставайтесь есть и пейте что у них есть ибо 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 нет ничего нечистого до вся я все знать специально искажаю слова иисус вот для таких примеров чтобы контраст показать разве здесь об этом сказано что есть что у них есть ибо нет ничего нечистого религиозники меня поймут о чем я говорю все 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 с молитвой и благословением все потребно убивайте животных ешьте трупятину до молочку там разве здесь это сказано нет здесь вообще не это не проповедь о веганстве я в конце дам еще примеров просто как мы это говорим именно поэтому здесь иисус об этом не делает акцент но только помните я же вам говорю что там трупятину не есть нет ученики уже все знают иисус и его ученики были веганами это понятно любому человеку у которого сердце открыто любви бог являлся воплоте не для того чтобы путь грешников исполнять а путь святого человека путь адама который из до пустого листа должен быть стать из пустой оболочки образа и подобия бога должен быть должен был стать самим богом любовью ко всему миру его окружающему здесь о чем речь вот вы вот смотрите как я всегда говорил все глупости все искажения библии в частности евангелия первое на чем построены всегда это прямо внес процентах случаях это на вырывание из контекста как игры из маленького вообще берут вот заметьте в принципе это вообще стих как его называют более того это стих предложение бывает из предложение несколько стихов то есть там до предложение еще на стихи режут вот рвут на какой-то части даже не дочитывая и горит ну вот же иисус говорил ешьте пейте все что у них есть во первых не забывайте это я тоже всегда но это может как даже на одной чаше весов я просто тут даже тут мерить знаете вот это все первое второе место не имеет смысла мы читаем с вами переводы неизвестно какие как до нас до чего дошедший кто их писал переводил перетолковал пуш любой перевод оттолкования а может сказано по-другому смотрите я могу по-другому сказать знаю что иисус был вега есть и ешьте и пейте что вам положено из того что у них есть ну да те предложили из того что есть ешьте и пейте из того что у них есть не говорят все и кстати даже слова все это я уже добавила ведь его здесь нету ешь ты пейте что у них есть все что у них есть или что у них есть или из того что у них есть кто знает как было в оригинале вообще не тоже написано иисусом сказано мы знаем прекрасно иисус не повелевал и не позволял за ним писать и всем прекрасно известно что евангелие авторы все написали после всех событий когда уже иисус и распяли и воскрес и вознес все шоу они пошли уже проповедовать и потом стали появляться евангелие то никто не знает на самом деле кто как когда они толком появились есть только гипотезы и уж точно во всех евангелиях мы видим даже в написано что вот именно это не писалось во время его жизни не стенографировалась это очень важно тоже понимать поэтому ешьте пейте что у них есть из того что у них есть ну да разве речь вообще здесь вообще а а пища а розность нет ешьте пейте вы знаете что у них есть можно вообще выкинуть и смысл это не потеряет потому что смысл этого вообще речи иисуса может быть это и сказано даже как я говорю не было даже вот этих слов что у них есть в том же доме оставайтесь ешьте пейте ибо трудящийся ибо смысл знаете отрезать предложение с такими словами как который там ибо потому что это вообще извращение самого смысла потому что это незаконченное предложение в доме же оставайтесь ешьте и пейте ибо трудящийся достоин за труды награды за труды свои и не переходите из дома в дом то есть иисус здесь им опять и даже вот это из дома в дом просто это не наш смысл но вы видите он год оставайтесь и ешьте он им пытается оставайтесь первое и ешьте даже неважно ешьте пейте сейчас образу останьтесь и поешьте ибо трудящийся достоин чего крова над горовой не переходите из дома в дом и еды под этим кровом вот что им иисус пытается донести здесь вообще речь не идет о том что вот вас там трупятины пихают вы все это ешьте несмотря на то что вы должны быть веганами проповедовать в том числе что в небесное царство невозможно войти без любви к животному миру разве здесь об этом речь не а почему он говорит то опять это даже вот иисус повторяется так такой древний язык но сюда дубляжом идет если придется в какой город прийти и примут вас ешьте что вам предложат вот смотрите иисус здесь не сказал пейте шашки пить нельзя нельзя быть буквоедом букву убивает дух животворит это очень важно понимать здесь может иисус правда не произнес может авторы не написали может он и второй рассказ ешьте и пейте ну шо ж теперь с не написано пить пить нельзя вот есть можно пить нельзя нельзя быть идиотом буквоедом ешьте что он предложит и исцеляйте находящихся в нем больных и говорите им приблизилось к вам царство божье что все и дальше идите и больше ничего царство божье в чем покатить створить плоды достойной покаяния здесь все это иисус им разжевывает нет поэтому знаете аргументом тоже сказать ну а чё что иисус тут я вот не оговорился ешьте пейте ну все кроме трупятины да они уже это и так знали он об этом давно говорил здесь речь вообще другом вообще о другом здесь нету невозможно я отсюда грунт на своем примере слушать вот посмотрите даже этот сейчас ролик сколько он будет идти всем привожу пример даже евангелие которую мы с вами читаем евангелие их четыре разными авторами написаны в среднем все они читаются каждая из них два часа а это евангелие разными людьми одни и те же события то одна и та же история все что нас дошло это двухчасовое повествование жизни иисуса христа я говорю посмотрите на мой контент на канале у меня на канале проповеди больше 500 видео и и и среднее и средняя длительность моего ролика это где-то не знаю час наверное но может чуть меньше это среднем то что у меня есть по 30 минут есть по полтора два часа час и посмотрите на мой канал христалю библии где больше полутора тысяч уже в видео это а каждое видео то проповедь чтения с комментариями да там библии и прочего евангелие это очень краткая вещь заметьте мы сейчас ролик получится можно полчаса может на час ноль там минут сорок мы разжевываем одно место несколько стихов про те же самые мои проповеди я не могу в одной проповеди все сказать обо всем когда я пытаюсь объять какую-то общую истину я тоже говорю что суть истины в любви свободе и бессмертие все если хочу краткий ролик какой-то или общий мысль на что такое бессмертие это реинкарнация это воскресение из мертвых что это такое сколько там только тем вы помните потом разжевываем а что такое свобода свобода плоти и духа а как это я действительно с вами нет я не свободен упор сколько мне на эту тем вопросов до любовь все говорят о любви а что такое любовь какая любовь любовь есть к родителям к детям к животным к растению к врагам к ближним друзьям к предателям так это опять только слова а конкретные дела примера как поступить а конкретный вплоть до случаев разбираем да я тоже не все я сказала да сначала ролики разные тем посвящены ну где-то больше кто знает поэтому не такие ролики здоровые как и сейчас видите я опять пытаясь все не просто вот так и так вот и все пытайся джевать 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 я что в этом ролике обо всем сказал я бессмертия свободе любви на любви сейчас все пытаюсь привести людей к любви к животным все все остальное отодвинул пока на дальнюю это так что очень важно во-первых или никогда дарит у две вещи идут вот всегда не принципе параллельно идут может действительно я надо отчет первое второе там мерю самые две такие основные даже до лидирующие ошибки они бывают одна вперед и смотря какая сбывается это либо вырывание из контекста либо читаем уперлись в эти там переводы в конкретно русский синодальный неважно новый русский ты читаешь он его каких-то местах лучше в каких-то хуже как короля якова может вообще на других иностранных от я русскоязычный человек я все это на русском читаю на их переводов-то полным-полно читаем все это каких-то там якобы переведенных рук и писи 3 века да почему какие-то там свитки только найдены а где раньше все это было да и так далее вот об этом не забывайте потому что здесь только одно слово достаточно всегда поменять который непонятно кто как на свое усмотрение перевел мы сколько раз я вам приводил примеры возьмите новый русский синодальные и греческие подстрочники сравните и одно и то же место в трех местах в трех даже абсолютно разные чуть ли не смысл чуть ли до профпу в плоти я показывал места где прямо противоположный смысл показан очень важно здесь тоже самое ешьте и пейте даже я я даже не знаю то ли мне это в голову чё едет слова все-то приплел ешьте пейте все что у них есть где тут написано все тут нет тут уж я чуть приплел по своей то есть и пейте что у них есть ну или из того что у них есть но где сказано что ты не должен выбирать то веган приходя в любой труппожорский дом естественно ест все только по вегану вот и все так что вырывать это место ни в коем случае нельзя это делайте это потому что вы потом трудясь достоин пропитания в чем ваш труд иисус всегда говорит такими параллельными местами дублирующими либо сначала образно потом конкретизирует либо символьным потом при ты прямым языком здесь тоже самое сказал а труд ваш будет состоять в том что узнавайте что там у них исцелять кто болен там и проповедуйте о любви ну и здесь опять искал ток больных аиста мертвый будет а если там бесноватый будет он об этом их если мы сейчас с вами дальше почитаем наоборот или перед этим да то есть мы взяли опять вот узкий кусочек конечно оснащенную христианину которым я обращаюсь прежде всего читающий целиком евангелие знающие более-менее хоть там близко к тексту до новый завет ветхий тем более все это конечно на все это рассматриваю слушать это только узкий контекст когда вырывают там стиль предложение пополам просто рубит из-за и зато и но не то что дурость конечно хорошо что там на главы на стихи мы делим такие писания это так скажем хотите традиция хотите как назвать то не знаю средство такой инструмент он во многих вещах применяется к многим писанием разных религий да для удобства просто отсылок чтение да это удобно я никогда не что прям плохо по-человечески но что это можно превратить евангелие от луки 9 11 и все или процитировал чё ты там это 11 прочты процитировал это третья часть может вот такого вот предложения или мысли не горешь о том откуда это вообще вырвал все и чего это вложил дачи что этим прикрыл свои кинь беззаконник как мы видим сейчас речь вообще не идет это это не место где иисус проповедует о том что есть в дом же том оставайтесь ешьте вот если действительно иисус хотел здесь мысль донести о том что все чистое да и все с молитвой благодарением вспоминая апостола павла какой-нибудь религиозник не тыкни да все принимайте трупятину ешьте и молочку да и рыбу и мед разве здесь об этом сказано нет о том о чем иисус какую мысль донести хотел он донес что придя в дом не смущайтесь ничего где вас примут да как путника как благовестника где-то еще не знаю что вы такой где-то уже понимаю может в этом пару словечка обмолвились си сидя раньше люди приходили в центр садились просто и кто хотел люди любили принимать или других людей предлагали кровь там и все и за радость было религиозник не вообще должен понять еще это в раму все это идет то есть такое понятие в религии как странно приемство ну то есть прием странников здесь слова странный не то что я странный я странно приемник а то что я принимаю странников поэтому есть такое понятие странно приемство но русское уже понятное слово мы любим тоже выражаться даже те же самые я хоть не религиозник но действительно знаю писание являясь христианином я конечно употребляю слова библейские просто я не знаю даже иногда на кого публику рассчитывал где-то они уже автоматически вылетают ну наше слово гостеприимство она всегда в почете это радость принять человека до кому-то опять же вот любовь показать и он говорит не гнушайтесь это любовью не не стесняйтесь не стремайтесь наверно не стесняться из такой слова тут потому что это неуместно все что вам дадут кровь примите не надо там бежать искать куда-то другое место пожалуйста вас приняли покормили помыли одели обули как говорится может дом богатый а у тебя там туфли износились почему нам сказал то не берите с собой ничего на дорогу все вам дадут трудящийся достоин пропитания кто сможет вам поможет вы там исцелите больного да вам вас золотом готово будет осыпать и поэтому иисус им сказал не переживайте вы об этих мелочах и пользуйте ими во благо своего так скажем вот именно тоже и здоровье и всего да вот о чем этот вещь в доказательство подобные вещи я вам при приведу параллельное место в принципе я вам зачитаю то что я как себе пометочку сделано в принципе это я вам то что сказал обо всем здесь основной посыл это все вот я это есть все вот я уберу это слово не знаю чем я самого переклинило это все без стеснения ибо они это заслужили трудом то есть добрыми делами которые там делали в этом доме исцеляет болезни изгоняя без скреща мертвых и далее по списку хотя казалось бы обо всем здесь не сказано я говорю надо быть просто буквоедом законченным чтобы все вот так читать иисус раз сказал ешьте пить а второй раз не сказал ешь теперь сказал просто ешьте все тогда есть нельзя так пить нельзя только ем исцеляю это воскрещать мертвых нельзя бесов сгонять нельзя тут иисус не сказал что можно тогда хотя мы перед это читали что он для этого их послал не будьте никогда вот такими тупыми буквоедами буквы убивает вы сами погрязнете во тьме а дух животворит а дух один есть в мире дух любви свободы и вечной жизни это место не пробовать о веганском питании и говорю и я дал две ссылки сейчас мы прочитаем с вами немножко апостол павла первое послание коринфянам 9 глава это же сыну давайте ее читать здесь как раз вот я ведь у меня такая пометочка есть пожертвование для проповедника ну или старейшины кто там старт с каком-то или учителя ну то есть кому-то пришел проповедовать да и тут как раз павел ты укоряет церковь уже не то что кого-то церковь укоряет то есть уже христиан если иисус им говорил что вы вообще пойдете порой в незнакомые дома апостол пытается церкви этому научить уже казалось бы людей принявших там христа евангелие царство небесное божье да и смотрите что пишет апостол вы сейчас услышите те же самые нотки прочитаем достаточно это будет поняв смысл вот там до 12 стиха до этого достаточно будет чтобы понять то что я вам хочу показать что это точно такой же да что ж такое так читать неудобно я вот так пометку сделаю до 13 не апостол ли я не свободен или я не видит не апостол ли я да то есть он и есть апостол кто знает почему тут вопрошение потому что вы тоже там укоряли кто то есть тогда хотя он их сам родил во христе как это говорится не видела ли я иисуса христа господа нашего не мое ли дело вы в господи то есть вы родились во христе как есть такое понятие христианское потому что я вам проповедовал вот об этом небесном царстве которым и заповедовал иисус если друг для других я не апостол то для вас тут конечно большой контекст видите но я хочу сюда показать эти места да мы читаем с вами раньше это хоть это хоть и тоже кусочек вот из такого вот здоровенного послания в 16 глав более того к этой церкви было два взаимосвязанных послания и мы читаем с вами вот такой кусочек но я стараюсь хоть как-то какие-то контекст показать уж конечно их на целиком читать но у пас у апостола павла послание порой кто знает сравнимо евангелие 16 глав такой же так таким же объемом целый евангелие от марка то рассказано о целой жизни иисуса христа и учений это опять к примеру как его что у меня проповеди вот такие возьмите послание апостола павла поэтому чтобы уж тут с ума не сойти да и так он уже 35 минута мы с вами читаем лишь кусочек и не обращаем на сеть места ушла 1 то я сам останавливаюсь контексты сейчас они не важны вы общей мысли поймете до чего где я остановлюсь чтобы дальше мысль опять не уходила у нас из головы а мы увидели смысл не свободен ли я не вел иисус христа господа нашего не мое ли дело вы в господи если для других я не апостол то для вас апостол ибо печать моего апостольства вы в господи вот мое защищение против осуждающих меня если мы не имеем в чем было в чем еще павел почему мы эту претензию кидает вот с этого момента повнимательнее или мы не имеем власти и тут опять заметят просто слово синодальная такой или мы не имеем власти есть и пить тут тоже другая мысль уже не кров или мы не имеем власти иметь спутницу и сестру жену жену ну там древний язык сестру жену жену как и прочие апостолы как и братья господни как и петр кифа до заметьте как это прочитать опять правильно или не имеем власти есть и пить то есть мы что не люди что ли мы мы что сейчас выпнула давайте дочитаем я вам тогда уже все это разжую кто не понимает сам или один я и ворово ну это его тоже апостол друг они вместе ходили или один я и ворово не имеем власти имеем власти не имеем власти не работать какой воин служит когда-либо на свое содержание ну кто идет там работать он тут воина приводит неважно пошедшего на госслужбу и он что сами все он где денег-то берет его разве не государство на которое он якобы защищает страна разве не она его ну неважно деньгами зарплаты в как в эквиваленте или реально там ему жилье дает еду ну часть может деньгами до дает какой воин служит когда-либо на своем содержании кто насадим виноград не ест от плодов его кто пася стада не ест от молока молока от стада сейчас не будем про молоко да опять я говорю когда дают это я еще буду затректе тему кто будет смотреть эти ролики я в оконцовке закончу то же самое и об исусе мыслим почему так выражается не раз говорил выражаемся понятным образом для тех людей приводим им понятные образы не значит что мы все это в жизни одобряем иисус тоже говорил такие слова как когда пытался до них что-то донести вот подобную мысль в другом месте тоже говорил какой там царь не сядет идя на войной на другое государство не сядет и помыли не по мысли там может ли он и василий это не значит что иисус к войне призывал он тоже эти образы он дает образы понятные людям если у кого-то есть стадо и он берет молоко от нее что конечно не по вегану но пока здесь павел тоже доносит не эту мысль он говорит людям которого слушать понятны для них образы потому что а это их жизнь он пастух он да там дает этих коров ему этот образ понятен и здесь он не останавливаться раз на том что но это нельзя и так далее вот опять то же самое вы знаете вот так может до бесконечности его невозможно в одну проповедь все на свете вместить сразу все аспекты истины и дел и добрые дела жизни но невозможно это сделать мы живем в пространственном временном измерении мы с вами читаем все вон по строчке до по человеческому ли только рассуждению я это говорю ну тут павел как бы как мы люди как я вам сегодня слушайте христианство христианством и как веганстве да можно что-то ссылаться каких-то авторитетов на самом деле суждать на себя по-человечески по жизни как правильно да ну и тут он ссылается просто он же все-таки говорит многие то хоть и это коринфская церковь церковь и из язычников но там были иудеи первообращенные все-таки иудеи потому что он синагогу проповедовать начинал но он просто берет место из питта из писания я о нем вам тоже не раз говорил ну там других контекстах ибо в моисеевом законе написано не заграждай рта увала молотящего о валах ли печется бог параллельное место будет в тимофея я в принципе в то это ссылки когда готовилась так скажем к видео тут у меня тоже написано тимофей 518 там тоже самое только еще короче поэтому этого места достаточно я у вас даже утомлять другие места мне буду я просто хочу вот это место павла вот к словам иисуса прикрепить но игру павла много посланий но мы тимофей разбирать не будем там тоже самое что мы здесь что только еще короче и просто чуть дубляжом таким совсем коротким несколько стихов когда читать не будем потому что это раскрывает больше чем в тимофеем а валах ли печется бог или конечно для нас это говорится так для нас это написано ибо кто пашет должен пахать с надеждой и кто молотит должен молотить надежду получить ожидаемо если мы посеяли вас духовное то есть вот проповедь о царстве божьем до вели павел даже уже не говорит что он там кого-то исцелил без изгнал да то есть от болячки освободил пусть физически или духовный без это по сути духовная болезнь может даже воскресил кого-то иисус говорит я вообще вас любви просто научил проповедь о любви если мы вас посеяли это духовное великоле что пожнем от вас телезное вы слышите о чем речь то я надеюсь вы уже уразумеваете да и если другие имеют у вас власть не более ли мы то есть ну к вам приходят люди кто-то может ваши друзья и также от вас чем-то пользуется да однако мы не пользовались так с надеждой получить это ты ну ладно и это можно до конца читать все он так и будет и тему я надеюсь вы уже поняли мысль да то есть павел опять пишет то же самое то есть я апостол он просто дальше будет писать вот им так как ему никто не помогал он горды бог с вами не ему там он сам сколько мог там старался на работу устроилась в этой каринфской церкви и зарабатывал плюс во втором послании он уже пишет и раскрывает то что там дубляжом идет те же самые события каринфская церковь павла как мы видим он даже вынужден им объяснять что это он их а их не апостол потому что это же он им благовествовал во христе тогда если пусть не всем там до кому-то уже там дальше пошло распространяться горит но тех кого я родил во христе это тогда играть велико ли то если я пришел к вам столько добра вам сделал да если мы посеяв у вас духовное ну или вот неважно тут иисус говорил и по плоти что можете делайте я вам дал власть не имея ничего творить добро да там исцелять от болельщик многие об этом мечтают о таком даре да водка изгонять бесов да и воскрешать мертвых игорь велико лишь то есть мы вас посеяв духовное рассказав о том как попасть в небесное царство до приняв свободу вечную жизнь и творить добро до великолис и будет если вы нас там покормите напойте дадите кровь вот вам прямые параллельные этих мест здесь очевидно что и проповеди не о веганстве здесь вообще не вообще притягивать эти места вы знаете есть такое паши по понятие присказка у русских не пришли ну там немножко матерно я не буду так выражаться но не пришли к ноге рукав до к штанине рукава что-то из такого вот я еще и до покаянной молодости вспоминают такие слова вот это то же самое знаете вырывать вот это место да что ешьте пейте что у них там есть да тут может перевести что из того что есть и здесь вообще иисус не пытается игр еще раз повторяюсь говорить о том и ритм не пробуйте о веганстве в здесь в конкретном месте это очень важно понимать поэтому вырывать это место и присылать я тоже говорю о многом чем и не могу в один ролик все впихнуть здесь конкретно преследуется цель это я вам даже даже в принципе в данном случае можно было обрезать слова христа чтоб там не удлинять я просто не умею короткие пробегает ну кто покороче можно было тут уже дальше идет опроб где если же придет какой город там примут вас не примут покаяться не покаяться там хуже лучше будет вот это все уже можно было не читать но хотя бы надо было действительно чтобы понять смысл прочитать что иисус посылает то есть слова автора о чем вообще с чем эти события связаны почему им иисус кому он это вообще говорит о кассу он говорит 70 ученикам которых избрал которых посылает на пробку ведь вот именно о царстве небесном тут речь об этом да это суть моего ролика не то что там потом будет кто примет кто не примет эту благую весть я даже зря это читал тоже неправильно немножко проповеднически лишние фразы лишние рассуждения да может действительно ролики над покомпактнее писать без все-таки лишних прям совсем слов но я ведь так не умею показал вам всю речь вот а по идее тоже действительно к сегодняшней теме них сегодняшним вообще вопросу вот так вот я же вам не расскажу все сегодня а правда почему а почему отвернуть а как отвернуть а куда попадут а что нужно сделать чтобы попасть здесь ничего не рассказано он уже посылает тех кому на об этом уже тысячу раз говорил есть кто-то возьмет вот этот прочитает одну одну вот этот эпизод можно его даже так назвать беседы христа с учениками и из этого будет репу чесать а что ж такое евангелие а что такое вообще истина ну понятно что понять истину хотя бы евангелие прочитать человеку там о чем вообще кто такой иисус откуда взялся чё пришел чё делал что проповедовал ну как вот можно вот так драть куски стихи и где все говорю и припихивать к чему только вообще можно и нельзя так что итог какой этот эпизод эти стихи в частности ни в коем случае не могут служить оправданием для того чтобы не становиться веганом до жрать как они говорят не смотри в мою тарелку что ем я в ту тарелку не смотрю можешь есть яблоки или помидоры и окурцы и грибы и каши все что угодно печь всякие блюда я все называю цельные продукты но вопрос кого-то убиваешь мясо не растет на деревьях она не падает с деревьев не растет на земле не под землей вот так что это труп убитого живого существа вся продукция молочного происхождения другие продукты животного происхождения все они получаются посредством либо прям убийство живого существа либо эксплуатации вот и все так что здесь более на самом деле читаем какой перевод как там сказано даже даже здесь как я вам сказал даже просто по-другому прочитав что и ешьте и пейте из того что вам предложен из того что у них есть из того что не все что у них есть а из того что у них есть ну пожалуйста на любом столе даже в трупажорском меню так скажем особенно когда тебе кто-то угощение делал старается разнообразить всегда можно найти что веганская пасть не о том что ты уже об этом может сказать вот на иисус здесь речь мыс приносит о другом на другом что ешьте и пейте что оставайтесь не переходите из дома в дом ибо трудящийся достоин это очень важно так что вот так вот поэтому это место мы в реальной жизни знаете многим людям что-то по здоровью невозможно у кого-то есть аллергии на разные у людей многих на молочек вообще аллергии на лактозу они не едят ее по жизни то что они там веганы убежденные тем более этические потому что ты нам по здоровью невозможно многих аллергии есть на разные продукты у меня все время тоже было на некоторые продукты аллергии но потом прошла с годами вот но это может у детей взрослых и до старости до у кого-то и намет там прям прямой аллергии что так и что вы придете в любой дом скажу я буду тут задыхаться да там дыхание перехватывает но там я буду есть все подряд какого-нибудь продукта да вот есть у людей у аллергии на море продукты до них там горло распухает дыхание перехватывает а что всякое бывает поэтому вот именно здесь иисус вообще не об этом говорит он имел бы что не стесняться этого в этом это 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 единственный посыл и мысль этого эпизода так что этот это кусок это место никак не может служить оправданием вот этих беззаконий ну и в конце напоминаю что на моем канале вы найдете четыре плейлиста посвященной теме ну раздел о веганстве в нем 4 плейлиста веган по сердцу где все они мои проповеди всякие лекции видео фильмы песни всякие собраны клипы потом не веган потому что веган во христе и веган по библии куда вот это видео в частности и пойдет там все ответы на вопросы на все места писания которые пытаются до трупажоры убийцы люди не желающие себе раскрыть любовь к животным которая точно также вознесет их небесное царство ее отсутствие сведет их на дно ада вы найдете в этом плейлисте у меня на этом все до встречи в следующих видео из какие знаете еще места которые я не озвучил может быть забыл не увидел не заметил никто никогда мне ими не тыкал пишите в комментариях я дам на них ответ пока пока а а а и а